За неделю на ярмарке в Шимкенте ничего не изменилось. Перекупщики продолжают заламывать такие цены, что просто диву даешься. Как выяснилось, никто не может воздействовать на спекулянтов-перекупщиков, даже городские власти. И это при том, что Габидулла Габдрахимов распорядился взять цены на серхозярмарки под особый контроль. В Акимате города тогда подчеркнули, что чиновники, отвечающие за проведение серхозярмарки и допустившие необоснованное повышение цен, понесут наказание. Но то ли наказание казалось не слишком суровым, то ли ситуация давно вышла из-под контроля. Сегодня ответ работники по обыкновению занимаются лишь мониторингом цен. А шимкентцы, живя на юге, не могут позволить себе ни овощи, ни фрукты по доступной цене. Только пенсию подняли, а уже цены на все продукты питания и коммунальные услуги поднялись. Как нам быть? Кто нас поддержит? Если бы на сельскохозяйственных ярмарках цены были, как на оптовых рынках, это была бы помощь. Мы остались один на один с трудностями. Детей еле-еле в школу собрали. С такими ценами как нам жить? Перекупщики торгуют на ярмарке, купленном на оптовке, картофельм, луком и морковью по прежней цене. Местный картофель от 60 до 90 тенге, а повладарская картошка – 100-110 тенге. Лук – от 80 до 100 тенге, а в этом ряду расположились местные товаропроизводители. Спасибо, хоть отечественные производители не поднимают цены. Как продавали с самого начала ярмарки, такой же цены и придерживаются. А ведь можно отрегулировать цены и на продукцию перекупщиков. Мы понимаем, всем тяжело, но в такое время мы должны друг друга поддерживать. На ярмарке торгуют земледельцы с окраин Шимкента, Ордобасинского, Бадибекского, Казгурского и Сарамского районов. Приезжают каждую субботу и жамблские производители. Не на камеру сенчане рассказывают, что рады бы торговать продукцией по приемлемой цене. Причем не только на ярмарке, но и на базарах Шимкента. Однако там за место владельцы городских рынков заламывают такие цены, что единственной точкой реализации продукции, выращенной в этом году, остается только ярмарка. Обещанные местной властью торговые павильоны в каждом микрорайоне Шимкента так и остались обещанием на бумаге.